Ежедневно в 8 часов утра и в 8 часов вечера наблюдатель приходит, снимает показания по реке и потом передает нам в город Пятигорск. Кисловодск, река Подкумок. Этот участок берега особенный. Не только потому, что живописный, а рядом железнодорожный мост. Тут участок наблюдения метеорологов. По этой реке они следят за уровнем воды. В последние дни он даже упал, а в этом году еще не превышал средних значений. Проверять уровень воды с моста это, конечно, жутковато, но не более того. А вот чтобы измерить температуру воды, тут уже обязательно спуститься к самой кромке. И это уже по-настоящему опасно. Вот если кто-то из журналистов думает, что у них сложная работа, то вот, пожалуйста, метеорологи. Каждый день, два раза, утром и вечером, приходится совершать вот такой спуск и подъем по довольно крутому склону. Ну вот мы уже у самой воды. Теперь, вооружившись таким специальным термометром, опускаем прибор вниз. И теперь нужно подождать примерно 10 минут. Ну и вот спустя какое-то время можно узнать результат. Термометр показывает, что температура этой воды примерно 13 градусов. Людмила Ивановна вот уже 15 лет измеряет показания на этом участке. Она, в отличие от метеорологов-любителей с микрофоном, точно знает, что для такой работы лучше подойдет удобная спортивная одежда и обувь на рифленой подошве. Женщина не боится ни воды, ни высоты, ни крутых подъемов. Как опытный каскадер, привыкший к опасным трюкам, или дрессировщик, каждый день помещающий голову в пасть хищника. Я же давно работаю, я привыкла. Как бы я осторожно, все нормально выполняю, соблюдаю технику безопасности, все аккуратно выполняется. Кроме ручных измерений, используются и автоматические. В регионе действует четыре специальных гидрологических комплекса. Здесь мы видим контроллер, который накапливает данные, которые приходят с датчика. Датчик находится в русле реки. При достижении неблагоприятных отметок датчик начинает работать в учащенном режиме. Если сейчас он работает, снимает показания каждый час, то при достижении неблагоприятных отметок он начинает работать каждые пять минут. Но в этом году таких случаев пока не было. Несмотря на сильные местами дожди, уровень воды в реках региона даже не приближался к критической отметке. Метеорологи прогнозируют, что так будет как минимум до конца месяца. Достижения критических отметок до конца мая не ожидается. Уровни ниже отметки вылива на пойму находятся ниже на 60 сантиметров. От 60 сантиметров до 4 метров. Всего же в регионе 24 таких метеорологических поста на Кубани, Куме, Калаусе, Подкумке. Так что если уровень воды начнет подниматься до излишне высоких отметок, специалисты должны заметить это первыми и всех предупредить. Леонид Нечапуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.